Здравствуйте, уважаемые телезрители и все наши друзья. На разных берегах, на разных даже континентах мы рады вас приветствовать, потому что сей день сотворил Господь. И там, где мы сейчас находимся, это утро. Там, где находятся наши родные, это вечер. И поэтому мы вас благословляем, что день, который дал нам Господь, он имеет свое содержание, свое наполнение, свои смыслы, цели. И пусть и этот день он будет ознаменован определенным добрым итогом для тех, кто его заканчивает и хорошим стартом для тех, кто его начинает. Поэтому мы сегодня в эфире. Я здесь не одна, мы вместе с Анютой Аней Николаевой, которая тоже поможет нам разбираться в очень, на мой взгляд, важных вопросах. Добрый день, Анюта. Добрый день, уважаемые телезрители. Рада также вас приветствовать и быть здесь вместе с Ольгой Дмитриевной. Мы сегодня будем говорить о тех вопросах, которые связаны с концом времени. С одной стороны, это понятно, что мы живем в последнее время. С другой стороны, это определенная духовная атмосфера, в которой нам надо тоже уметь разбираться. Мы вчера, кто был с нами в эфире, затрагивали очень важные, на мой взгляд, вопросы, связанные с развитием Церкви для последних дней. И в то же время те кризисы, которые возникают внутри Церкви, и обостряются те вопросы, которые раньше казались малозаметными, либо, может быть, вялотекущими, но к концу времени он все обостряется, потому что время жатвы наступает, а значит, приходит момент отделения одно от другого. И как с этим разобраться? Что же такое дары Божьи, которые есть на Церкви, и как они работают? Какие возможности есть в этих дарованиях? И мы вчера коснулись такого направления даров, как пророчества, потому что то, что мы прочитали в книге Откровения, где Иисус Христос олицетворяет вот эту природу жениха, и ею является, и если дословно прочитать, то есть такие слова, «Ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». И тогда, когда мы говорим о свидетельстве Иисусова, то мы, каждый из вас и каждый из нас, его важно иметь, потому как Иисус наш жених, и он возвращается. Поэтому, Анюта, поговорим об этом. С удовольствием. Что ты можешь сказать вообще о действии даров Духа Святого в пророческом плане, и почему это, на твой взгляд, надо развивать? Я бы хотела начать с места, с первого послания Коринфянам, 14 главы, где сказано о том, чтобы... Чтобы, да, мы знаем, что Павел, он говорил о том, чтобы мы все искали пророческого дара, то есть чтобы мы все искали о том, чтобы ревновали о том, чтобы пророчествовать. И здесь указано как раз, какой нам нужно, на каком аспекте нам нужно останавливаться, когда мы пророчествуем. В третьем стихе сказано, а кто пророчествует, тот говорит и созидает, я просто другой перевод взяла, современный, в людях веру, и прибавляет им спокойствие и уверенности. То есть ты сразу касаешься назначения дара? Да. Я сразу касаюсь назначения дара, потому что, в принципе, мы призваны чуть-чуть ранее, да, в 12 главе, Павел говорит о том, что мы призваны... Господь поставил одних апостолами, других пророками, пастырами, учителями и евангелистами для того, чтобы созидать святых на дело служения. Это послание ефесянам. Да. И мы можем здесь сказать о том, что пророчество, оно как раз и дано нам для того, чтобы могли вдохновлять церковь, могли вдохновлять и людей, доставать из них то, что внутри в них вложил Господь. Я думаю, что есть очень такие вопросы острые для тех людей, кто нас может сейчас смотреть. Каждый ли человек может пророчествовать? Каждому ли человеку этот дар вообще доступен? Но я хотела бы, прежде чем услышать ответ на этот вопрос или порассуждать в этом плане, хочу сейчас сказать для каждого человека, у которого есть уже сегодня право и возможность, и им нельзя пренебрегать этим правом, это возможность говорить доброе в адрес друг друга. Пока мы сейчас не говорим даже о пророческом даре, мы говорим о возможности. И как легко вам это делать? И если мы хотим приблизиться к большему, то насколько мы хорошо уже применяем имеющуюся возможность. У каждого из вас могут быть родные люди рядом. Это могут быть дети, это может быть муж или жена, это могут быть родители, это могут быть друзья. Насколько часто и как легко вам говорить, получается, добрые слова в адрес друг друга. Можете проанализировать те часы уже дня, которые прошли сейчас. Это раннее утро или это не совсем раннее утро, или это уже день для кого-то, а для кого-то вечер. Как много вы сказали добрых слов в адрес других людей. И это не в плане осуждения, это как раз в плане теста, чтобы нам была возможность двинуться дальше. Потому что эту возможность, данную Богом, надо реализовывать по максимуму. Насколько это работает сегодня, и насколько это близко к дару пророчества? Я думаю, что мы все согласимся, что именно дар пророчества, он в себя включает несколько аспектов, и один из них, он является тем, что мы можем высвобождать Божье слово, слышать Божий голос и высвобождать его. Есть те люди, которые являются пророками, и мы сейчас, я думаю, что не будем касаться этого аспекта, а поговорим, наверное, о тех людях, кто пророчествует. И мы знаем, что в Деяниях сказано о том, что Бог излил Духа Своего, и что все могут пророчествовать. Хорошо. Я тогда немножечко сразу разделю вот эти понятия. Для тех, кто нас смотрит и слушает, может быть, для кого-то это новое понятие, и кажется, что какая разница, пророк или пророчествующий. Как раз в Деянии апостолов, когда приходит апостол Павел, и там были дочери пророчествующие, которые говорили ему, или вдохновляли, говорили какие-то пророческие речи, но пришел пророк Агав. То есть это вот разница между дочерьми пророчествующими и пророком, который стал уже производить пророческие действия и говорить так будет с тем человеком, чей пояс он держал в руках. То есть он тем самым показывал те события, которые произойдут с Павлом чуть-чуть позже. Поэтому, когда мы говорим о пророчествующих, это люди, которые могут вдохновлять, которые, но, берут это слово от Бога. И, кстати сказать, посмотрите, как это может искажать ситуацию или, наоборот, ее приводить в соответствие, когда у нас есть правильное понимание о нашем Боге. Допустим, когда мы говорим, мы говорим слово от Бога. А что в его сердце нам известно? О чем думает Бог, когда смотрит на человека? Что он думает, когда он его творит? Может ли он поделиться этим состоянием своего сердца с людьми, которые живут на этой земле? И если мы понимаем, что может, то тогда через что, каким образом, кому доступно сердце Отца? Я думаю, что стоит об этом поговорить. Да. Я думаю, что здесь очень важно понимать, как вот вчера вы уже касались этой темы, насколько важно нам понимать, кто мы в Боге и кто наш Бог. Иначе все, что мы говорим и получаем от Него. Я хочу отметить такой момент, что пророчество — это не, скажем так, не цель. Цель — это отношение. И не цель искать какое-то, да, вот, что... Да, мы ревнуем о том, чтобы пророчествовать, но основной момент заключается в том, чтобы мы искали отношения с Богом. И мы говорим о тех языках, как нам Бог говорит, и тогда мы уже можем, понимая Его язык, да, находя язык, имея с Ним близкие отношения, мы можем высвобождать пророческое слово. И это не происходит сразу, это происходит постепенно, как ребенок учится ходить. То есть мы слышим, конечно, мы можем ошибаться. Мы можем... Особенно, когда в процессе обучения. Да, да, конечно. Но мы же ученики Иисуса Христа. И даже последователи. И последователи, да. И мы будем ими всегда, я надеюсь. Я думаю, что это для кого-то вообще мысль кажется катастрофически неверной. Почему? Потому что, ну, как это можно обучаться тому, что является даром Духа Святого? Но здесь я хочу сказать, является ли даром Божьим для нас, для людей, а дар Божий и дар Духа Святого — это природа одна. Я думаю, что это понятно. Является ли для нас даром то, что мы можем научиться говорить, то, что мы можем научиться ходить. Если посмотреть на детей Маугли, допустим, где они воспитывались или формировались внутри животного мира, они не научились ходить прямо. Потому что это природа, она вложена, но ее надо развить. Способность прямохождения, она вложена в человека. Но это не придет само по себе, если ребенка оставить вне вот этой среды, которая дает ему образец, которая показывает и помогает, а более того, поддерживает, обучает делать первые шаги. То же самое со словом, с речью. Если ребенок не растет в среде, которая говорит, то он будет также гугукать, как это делают птицы или как это делают обезьяны и прочие животные, потому что рядом не было образца, который мог бы его научать. Поэтому здесь нам вроде бы кажется все естественным, и мы к этому привыкли, и это нам кажется нормальным. Но тогда, когда мы говорим о пророческом даре, когда мы говорим о дарах Духа Святого, то здесь уже нам кажется, а как этому можно обучать. Но я хочу вас возвратить в Ветхий Завет, тогда, когда Елисей пришел в определенное общество, в школу пророков. Я не знаю, как вас, но меня всегда это еще с юности очень задевало. Что это за школа? Как бы хотелось там поучиться? Как бы хотелось туда попасть и посмотреть хотя бы со стороны, что они там делают? И ведь интересно, что он, как пророк, придя, обнаружил некоторые проблемы, когда смерть в котле оказалась, потому что один из пророческих сынов, который учился, взял, нарвал растение и не понял, что это ядовитое растение и бросил. То есть это как такой пророк, который не разобрался. А на самом деле это как раз процесс обучения. А когда пришел Елисей, то он не только смог разобраться, а нейтрализовать это, потому что есть тот, кто может знать или быть на связи уже давно и быть в помазании Ели, которое было на нем вдвойне, и он мог передавать это помазание дальше. И вот в этом смысле, друзья, я думаю, что для кого-то это очень революционная идея, для кого-то, может быть, реформаторские идеи. Но как бы там ни было, вы не откиньте их сразу. Подумайте об этом. Да, я думаю, что очень важно, что вы отметили в отношении среды, что нам необходимо быть, когда мы учимся, в безопасной среде. И здесь как раз-таки церковь, я думаю, что и семья церковная, я думаю, что стоит так сказать, предназначена быть этим местом, где люди действительно могут ошибаться. Я училась вот сейчас, три года закончила школу сверхъестественную в городе Рейдинге, в Калифорнии. И когда мы только приехали туда, первый курс три года назад, один из руководителей, точнее, руководитель школы, он пророк, Крис Валтон, и он попросил нас сделать определенные действия. То есть первое, что мы должны были сделать, это спросить у Духа Святого имя мамы, человека, стоящего рядом с вами. И, по-моему, два человека из тысячи, тысячи подняли руку, что правильно действительно это определили. И он сказал, что вы не выпуститесь, если вы не сделаете хотя бы две ошибки в течение этого года. То есть вопрос, что у нас часто очень в культуре возникает такая проблема, как мы боимся совершать ошибки. Но если мы не совершаем, и если мы находимся в этом страхе, я не говорю о том, что мы должны изначально искать ошибки и делать их умышленно, но мы не должны бояться их. И вот здесь как раз-таки церковь и семья церковная, и отцы, и матери, они должны быть рядом, чтобы помочь, чтобы вдохновить и подсказать, направить тот дар, который ты начинаешь как взгревая этот дар. То есть не пренебрегаем, как говорил Павел. То есть мы не должны пренебрегать, но при этом и мы должны оставаться в определенной подотчетности. Мы не должны бояться тех людей, кто является для нас духовными матерями и отцами. Я хочу сказать о некотором своем опыте. Когда мне приходилось видеть пророчествующих людей и даже пророков в своей жизни, и быть в этой среде. И причем я сейчас говорю о классическом восприятии, которое есть, наверное, у многих христиан, кто нас сейчас слушает. И находясь в этой среде, я почему-то обратила внимание на то, как люди реагировали, когда становились, так скажем, на позицию рассуждения остальные. То есть говорить, давайте мы порассуждаем, что мы сейчас слышали. Я видела зрелых людей, которые очень легко к этому относились, которые совершенно спокойны, даже если их не принимали то, что они сказали. Они говорят, да это не мой вопрос. Я просто передала, дальше уже вы рассуждаете. И это действительно правильно, по библейским принципам надо рассуждать над тем, что ты услышал сейчас через пророка. А некоторые очень огорчались. Зачем это делать? Типа, это же сказал Господь. И вот в этом плане у меня были вопросы, почему одни воспринимают это достаточно хорошо и спокойно, а для других это очень болезненно. И сейчас я уже со временем анализирую эти вещи, пришла к очень таким, на мой взгляд, выводам конкретным, очень практическим. Именно тогда, когда у человека есть внутренняя неуверенность, и его мало кто поддерживал в этом. Он очень боится, что кто-то будет на него иметь какую-то перспективу неправильную, болезненную для него. На самом же деле, это как раз возможность, даже если ты ошибся, разобраться, в чем же причина. Может, у тебя дух огорчен. Я сейчас не говорю о наличии дара, есть он или нет. Я сейчас говорю о состоянии личности, с которой Бог работает, с человеком в сотрудничестве. И поэтому, когда идет вот это сотрудничество, то далеко не всегда люди начинают понимать, что Господь, Он учитывает нашу личность. Он учитывает наши возможности, наше восприятие самого Бога. И поэтому, когда мы говорим от Его имени, так важно иметь сердце чистое. То есть открытое для Божьей работой. И поэтому, если что-то там оказалось не так, Господь нас не убивает. Господь нас не сажает на заднюю скамейку из-за этого. Он говорит, ну проанализируй, что же с твоим сердцем было, почему это произошло. Потому что ты огорчен, огорчен твой дух, разберись с этим. И это важно для меня, потому что сердце мне отдай, тогда я буду в нем царствовать. И тогда мир будет вот этой основой, на которой будет формироваться уже и знание обо мне, и знание о ситуации, и откровение на будущее. То есть сейчас, друзья, мы опять приходим к очень важному состоянию нашей души в наличии сердца и целостности личности. А это как раз то, о чем мы вчера говорили, это сыновство, а не сиротство. Это отцовство, которое приходит через сыновство, это взаимоотношения. О чем с самого начала Анюта сказала, что пророчество дается для выстраивания взаимоотношений. То есть что за функция у пророчеств, если бы дать в большем масштабе? Я хотела бы немножко прокомментировать то, что вы сказали в отношении сыновства, потому что я вчера смотрела программу с Кириллом. И на самом деле очень приятно видеть, когда действительно здоровые отношения, и когда человек чувствует себя сыном. И это нельзя как-то приукрасить. Он им является. И на это приятно смотреть. И ты видишь, что... Знаете, одно такое мне понравилось очень высказывание, что мы пророчествуем не для того, чтобы утвердиться, не для того, чтобы показать, кто мы, а мы пророчествуем из того, кто мы есть. И вот здесь как раз это очень является важным аспектом, что мы не должны свои дары, в данном случае мы говорим о пророчестве, как использовать, как инструмент для того, чтобы утвердиться, или инструмент для того, чтобы показать, что мы являемся сыном или дочерью. Или чтобы меня приняли в этом обществе, или в этой церкви посчитали, что я какой-то важный. Да. И это, в принципе, происходит то, что происходит, вот как один из признаков сиротства, что мы пытаемся своими действиями доказать, кто мы. Хотя в данном случае мы не сделали ничего для того, чтобы быть сыновьями и дочерьми. Христос сделал это все для нас. Мы только это приняли. Да, мы это приняли, и мы являемся. Когда мы приняли Его, мы стали дочерьми и сыновьями. Мы имеем ум Христов, обновленный ум. И вот в данном случае, я думаю, что здесь очень важно нам разбираться, как вы говорите, с тем, кто мы есть в Боге. То есть пока мы не понимаем этих вещей, здесь может быть и искаженное понимание и о Боге, и о... То есть само пророчество может быть искаженным в данном случае. И опять же, возвращаясь к моей практике, могу сказать, что как много людей пострадало от неправильного сердца пророков, так скажу, от неправильной позиции внутренней, от этого огорчения внутреннего, которое потом перекладывается на других. Потому что таким образом получается, что дар пророка или пророчествующих становится манипуляцией в церкви, манипуляцией в настроениях, манипуляцией в поведении. И вот в этом ключе, на мой взгляд, это очень печальные вещи, потому что многих не только отвернуло от желания обладать дарами, а вообще от церкви. Особенно, когда мы говорим о неутвердившихся людях, о молодых людях, которых стали причесывать, образно говоря, через пророчества. На самом деле, сердце отца, оно в других сферах. Да. Я думаю, что только пережив его, мы можем действительно передавать то, что он хочет сказать. Вот я хочу еще раз, да, прочитать это место из современного перевода. А кто с пророчеством, тот говорит и созидает в людях веру, прибавляет им спокойствие, уверенности. И я думаю, что вот эти вещи, да, для того, чтобы видеть в человеке грех, необязательно даже слышать Божий голос. Для того, чтобы поставить ему диагноз, что он какой-то не такой, необязательно знать даже Бога. потому что мы все эти вещи видим. И я думаю, что да, Бог, конечно же, видит наше несовершенство в каких-то моментах, грех или еще какие-то аспекты, которые нам надо изменить. Но давайте просто посмотрим, как непосредственно он обращается к нам. И когда Христос нам указывает на какую-то проблему, он говорит это всегда с надеждой. Он говорит это не с осуждением и не с виной, а всегда с выходом. То есть он всегда нам приносит выход и надежду. Говорит, ты больше того, чем этот грех, ты больше и достойнее вести себя как царь или царица, да, как царская дочь, как дочь или сын. И то, что ты в данном случае делаешь, это не достойно этой природы, которая есть тебе через то, что я совершил на кресте. Я хочу сейчас прочитать одно высказывание Филиппа Меланхтона, когда он вошел в обычную школу. И причем я сейчас говорю, это как о преддверии пророческого дара, вот о чем я уже сказала, возможность вдохновлять человека и понимать, что это есть предназначение. И, кстати, сказать, можно себя легко проверить по результату того, когда Бог говорит через тебя или когда ты слышал какое-то послание в адрес других людей через кого-то. Вот произвело это такой результат, о котором сейчас Анюта прочитала. Если произвело, здорово. Если не произвело, то тогда задай вопрос, что это было? Что с этим делать? И проанализировав, уже разобраться, что отложить, что вообще, от чего отказаться, а что принять. Потому что мекину от зерна надо уметь отделять. Иначе на самом деле ты не будешь управлять собственной судьбой вместе с Богом, а это будет делать кто-то за тебя, чего нельзя допустить. Потому что иначе тогда твоя жизнь, она станет марионеткой в руках чьих-то мнений, чьих-то взглядов, чьих-то позиций, чьих-то традиций, а тем более, когда мы говорим еще и о раненых сердцах. Поэтому в данном случае очень важно эти вещи проанализировать. Посмотрите, как делает Господь по отношению даже Адама, который согрешил. Он ему задает вопрос, Адам, ты где? А не ел ли ты от дерева? Он задает вопрос, чтобы сам Адам стал анализировать, а где он оказался, почему он там оказался и что произошло. И в этом смысле уже потом, да, Господь с ним разбирает определенные ситуации, но не в том, чтобы его выгнать и больше никогда с ним не иметь отношения, а выстроить опять мост, который Богу очень дорого стоил. И поэтому посмотреть, каковы мотивы того, что мы делаем. А начинается все просто с элементарного понимания, что в каждом человеке есть драгоценность, которую надо раскрыть. И, кстати, как я слышала тоже высказывание того же Криса Валатана, он очень интересно сказал, что если ты имеешь шахту с добыванием золота, то если ты там будешь находить грязь, тут мало толку от такого работника. Грязь кругом. И если он пришел и говорит, ой, ты знаешь, я столько грязи нашел, ну здорово, что ты ее нашел, но она мне не нужна. А вот если ты золото нашел, то это уже тогда другой вопрос. И с золотом мы как раз и будем разбираться. Поэтому насколько мы видим золото в другом человеке, и вот тут нужен пророческий взгляд, увидеть эту драгоценность. А начинается она просто с того, что человек принимает решение, сейчас я пока не о пророческом даре, а просто решение научиться говорить или видеть доброе в людях. И вот что делает этот Филипп, меланхтон, войдя в обычную школу, взглянув на толпу учеников, обратился к ним с такой речью. «Приветствую вас, почтенные господа пасторы, доктора, лицензианторы, суперинциденты. Привет вам, знаменитейшие, мудрейшие, славнейшие, ученейшие господа консулы, приторы, судьи, префекты, канцлеры, секретари, магистры, профессоры. Когда некоторые из присутствующих встретили это смехом, он ответил, я не шучу, я говорю серьезно, ведь я вижу детей не такими, какие они теперь, но имею в виду ту цель, для которой нам дают их на воспитание. И я уверен, что из их числа выйдет хотя бы несколько таких мужей, как я назвал. Насколько это изменяет взгляд и послание сегодня тогда в церквях? Если люди постоянно говорят, что перед ними грешники, если постоянно констатируют факт, того, что человек не туда пошел и может быть один пошел, а скажут всем, то на что мы ориентируемся? Что мы хотим видеть завтра? Что мы хотим видеть послезавтра? Какую цель мы ставим перед собой и в чем тогда исполняется послание Божьего Слова в наших устах? И поэтому, если мы реально понимаем, что цена креста не напрасна, то тогда и говорить к людям, обращаясь к их лучшей стороне, к их призванию. Кто же ты? Кем тебя сотворил Господь? Если ты царь, то живи по-царски. Но царь, это не значит, что ты будешь теперь в неге находиться и валяться где-то в роскошных залах. А царь это тот, кто прежде всего несет большую ответственность. И как однажды мальчик подошел к королю, когда была такая возможность, и сказал, вы, наверное, так горды, когда носите корону, вам, наверное, так это доставляет такое большое удовольствие. Он говорит, ты знаешь, мальчик, мне большое удовольствие доставляет, когда я ее снимаю. То есть, когда он начинает понимать, что он может расслабиться, когда он может стать человеком обычным, вроде бы как, похожим на всех, потому что груз ответственности короли, цари, президенты ощущают гораздо больше, чем простые люди. И люди, которые туда стремятся, в эту позицию, не понимают, что за этим стоит это огромный потенциал людей, за которые ты отвечаешь, потенциал страны, за которые ты отвечаешь. И это все перед Богом, потому что он царь царей. И нас он такими видит, и нас он туда позвал. И поэтому сегодня важно рассмотреть эту сторону с пониманием того, кто ты, если ты царская природа, а мы не можем быть иной, если мы родились от Иисуса Христа, от его природы. А значит, являй эту природу в полноте. У многих возникает, может быть, вопрос, что когда мы только хорошее говорим, что человек может возгордиться. Вот я хочу сказать по этому поводу. Один пример вспомнила. Когда автор написал картину, и человек его спрашивает, один из, на конференции один из присутствующих, начался такой вопрос, он задал, что на что указывает картина? То есть ты видишь, да, вот она красивая. Он говорит, да, она прекрасная, то есть так все прекрасно изображено. И он говорит, на что она указывает? Она тебя приводит к автору? Он говорит, да. И в данном случае мы можем говорить о том, что когда мы в человеке взгреваем вот этот вот, поднимаем, кто он есть внутри, достаем это золото, мы указываем на Христа, мы указываем на того, кто его создал. мы обращаем, мы не поднимаем гордость внутри человека, но мы обращаем человека, то есть взор на Христа, на создателя, на автора. Хорошо, Анюта, мы пока будем общаться, еще у нас есть некоторое время, может быть, ты получишь слово знания для тех телезрителей, которые сегодня находятся за этим, этой студией, за кадром. Вы знаете, друзья, нам на самом деле Бог так много дал, и до тех пор, пока у нас есть искаженный взгляд на себя, на Бога, мы не можем совершить то, что Он нам поручил. И поэтому как можно быстрее откажитесь от той лжи, которая вас или нас могла удерживать. И если вы с этим разберетесь, то вы знаете, как легко вы воспарите. И как это делать? Я вам дам простой совет. Когда у вас есть сегодня восприятие, допустим, себя, какое-то конкретное восприятие есть, и вы бы могли, допустим, сегодня уже сказать, я себя вижу вот таким-то человеком, задайте вопрос, с кем я себя вижу, и запишите, что вы услышите. По крайней мере, пока из своего сердца, пока еще я не говорю от Духа Святого, просто сказать, а кем я себя до сих пор видел. Какое у меня восприятие себя, и честно признаться в этом, и записать это слово. Допустим, кто-то скажет, неудачник, кто-то скажет, как мне сказала одна девушка, когда я задала такой вопрос, она услышала, никто. И она жила с таким внутренним восприятием, что она никто. И когда мы стали с ней разбираться, я говорю, подожди, а может Бог о тебе так сказать, когда ты уже к нему пришла, когда вообще он тебя творил, он мог записать в твою программу жизни, что ты будешь никто? Она говорит, нет, наверное, не мог. Так, наверное, или точно? Давай мы будем взвешивать сейчас твое восприятие с божественным посланием, которое ты уже читала. И сейчас, может быть, тоже кто-то услышал подобное слово в свой адрес. И если так, то пойми, что Бог о тебе так никогда не мог думать. Во-первых, потому, и даже, кстати, не надо здесь большого пророческого дара, просто потому, что у нас есть дух пророческий, написанный в Божьем Слове. А это вернейшее пророческое слово, которое говорит о том, как нас видит Бог. И он сказал, что мы новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Человек, который живет с прошедшим образом мышления, с прошедшим образом восприятия себя, на какой стадии находится, он не может вырваться из этого прошлого. И в таком случае Христос уже положил предел, а человек не кладет этого предела, и он продолжает жить в восприятии того, как ему говорили его родные, говорили его сверстники, говорили его, может быть, учителя или те, которые его окружали, и часто, к сожалению, больше мы слышим того, что негативное, чем позитивное. И таким образом у человека сложилось восприятие, что он никто. Я сейчас говорю об этой девушке. И в результате, когда она сказала и обнаружила, что у нее есть такое знание, мы стали просто подводить это слово под какое-то основание. Кто мог это сказать? Бог это не говорил. У нее на себя взгляд такой не мог сформироваться, потому что она что-то делала. Она уже была матерью детей, она была уже женой, она была уже дочерью, она уже была спасенным человеком, она уже двигалась в каких-то профессиональных талантах, но у нее восприятие себя было вот таким. Значит, кто-то ей это подсказал, кто-то вложил в нее это семя лжи, и она дала ему прорасти. Но я не думаю, что это трудно разобраться, что Бог, раз это не говорил, то кто это сказал? Соответственно, это ложь. А раз ложь, то от нее надо отказаться. И если вы подобного рода слова услышали в свой адрес и записали их, то вы можете сказать, это ложь, и она не от Бога. Это уже диагноз, который вы сами себе ставите. Следующее, когда вы можете сказать, Дух Святой, а скажи мне, что Бог думает обо мне? Это тоже простой вопрос, но задайте его. Господь, а что ты обо мне думаешь? Кем я для тебя являюсь? Однажды одна девушка, которая стояла в общей толпе, казалось бы, в зале, шло прославление, и она задавала Богу вопрос. Господь, кем ты меня видишь? И насколько сильно ты меня любишь? И, может быть, даже первый вопрос был, насколько сильно ты меня любишь, а потом, кем ты меня видишь? И она стояла, задавала эти два вопроса, но у нее продолжалось поклонение в сердце, она пела. И вот тот, кто вел прославление, вдруг останавливается и говорит, ну задай же этот вопрос, Иисус стоит рядом с тобой, задай прямо сейчас ему. А они крутились у него в голове. И она задает вопрос, насколько сильно ты меня любишь? И вдруг увидела перед собой распятие. Распятие Иисуса, у которого раскинуты руки, и он говорит, посмотри, мои руки раскинуты так, чтобы тебя обнять, обнять тебя и всех, кто рядом с тобой. Я так сильно тебя люблю, что мои объятия, они были прибиты на Голговском кресте, мои руки, чтобы эти объятия могли тебя взять. Никогда не сомневайся в моей любви. Она стояла и плакала, потому что это ее очень сильно коснулось. Она говорила Богу о том, что ее это очень трогает, что это важно. И вдруг она слышит уже, опять же, через уста этой ведущей прославления, но Иисус ждет твой второй вопрос. Спроси. Вы знаете, как мы часто не пользуемся этой возможностью доступа к сердцу Отца через то, что у нас есть выход через Иисуса Христа, Духом Святым. Мы можем эти вещи слышать. И она тогда сказала, «Ну, а кем ты меня видишь?» И вдруг она увидела, как из сердца Иисуса, вернее, сердца Небесного Отца достается кусочек. Кусочек чего-то, пока она еще не видела чего. И вдруг в руках появляется маленькая, образно говоря, балерина, то есть танцующая девочка, которая танцевала, и Господь смотрел на нее и любовался. И видел, что она в своем призвании поет, танцует, радуется. И тогда, когда он увидел ее, она увидела себя в этом. И когда заканчивается, казалось бы, ее путь, он опять вернул ее в свое сердце, и она оказалась там же. Я думаю, что сегодня вы многие знаете, кто это такая. Это Ким Уокер, которая поет в Jesus Culture. Это та девушка, которая стала петь действительно настолько глубоко и серьезно выражая свое поклонение и любовь Богу, именно потому, что она увидела, кем ее видит Бог. Поэтому я хочу, чтобы вы сегодня могли к этому прикоснуться, к этому сокровищу в своей собственной жизни, собственного призвания. И вы знаете, пророческий дар начинается с простых вещей, но очень важных, критически важных. Насколько Бог меня любит, а это значит, каким Он является, и насколько Он меня уже видел или знает, и кем сотворил. И поэтому, если с первой ложью вы разобрались, от нее надо отказаться. Господь, я отказываюсь от этой лжи, что я столько лет верил в нее, но сейчас я прошу тебя, скажи мне истину. Возвращаясь к той девушке, о которой я говорила вначале, которой слышал о себе свое слово «никто», то в конечном итоге, когда от нее отказалась, от этой информации, она услышала, «Ты моя царская дочь». Вы знаете, я с ней разговаривала по скайпу в тот момент, когда мы с ней общались, она просто закричала на том конце провода, если так можно сказать, она закричала, «Неужели это правда?» Я сейчас услышала, я услышала, что мне сказал Господь, что я его царская дочь, «Неужели это так?» Она и плакала, она и смеялась. Но это не было слово, сказанное мной для нее, это было слово, сказанное Духом Святым, ее Дух. И поэтому я очень хочу, чтобы вы услышали сегодня истину, Божью истину о каждом из вас, кто бы вы ни были, мужчина, женщина, дети, возраст здесь не имеет значения, никакая позиция. Если человек с позицией и правит из сиротского сердца, это проблема. Поэтому примите, послание неба, кто же вы? Но невозможно принять послание неба, пока ты не разобрался с ложью. Поэтому не испугайтесь встретиться с той ложью, которую вы могли носить в своем сердце и духе многие годы. И тогда придет прорыв. Я думаю, что важно то, что вы сказали, что каждый человек, он имеет доступ к этой встрече с Богом. Это не только, может быть, вы, не только какие-то особенные люди. Это точно. Каждый человек имеет право и доступ, потому что Христос, прежде всего, он забрал наши грехи, но при этом и восстановил эту связь с Отцом. И я думаю, что для нас важно, чтобы мы верили в то, что, как Ольга Дмитриевна уже сказала, разобравшись с той ложью, что меня Бог видит никем, что я никто, то, чтобы мы могли спрашивать, кто мы есть, чтобы мы могли действительно идти, бежать в объятия Отца и также искать эту встречу. Потому что без этой личной встречи, сколько бы нам ни говорили, ни учили, сколько бы мы ни смотрели программы, или мы не сможем действительно принять и поверить, я думаю, что вот до того, как придет эта любовь Отца в наши сердца. И поэтому нам нужно искать эти встречи. И зальется Духом Святым, да, еще любовь. Да. Я сейчас вспоминаю одну историю, которая произошла у меня на одной конференции с пастором. Вернее, это была просто церковь, где был епископ присутствовал, и были региональные пастора присутствовали. И когда я задала вопрос как раз в зал и предложила, чтобы люди задали Богу этот вопрос прямо сейчас, кем он меня видит, чтобы услышать это послание. И затем обратная связь была. Я говорю, кто-то услышал, кто может сказать, и несколько человек встали. Кто-то сказал просто о Божьей любви, я услышал, что Господь сказал, что Он меня любит. Кто-то сказал какие-то образы, которые увидел или услышал. Но пастор на тот момент ничего не сказал, он являлся еще епископом вот этого региона. И когда уже спустя какое-то время мы с ним ехали в машине, и он говорит, вы знаете, я ведь тоже услышал. Но я пока не проверил, не хотел это высвобождать. И, наверное, для пасторской позиции, для епископа это еще сложнее. Это высвободить для всего зала. И, может быть, он и правильно сделал, что это не стал это совершать. Но то, что он услышал, он говорит, меня потрясло. То, что я услышал. Когда я проверил, что это такое. А на самом деле он никогда не спрашивал так просто, Господь, «А кем ты меня видишь?» И вы знаете, когда я с ним встречалась накануне, еще несколько месяцев до того, как я приехала в их регион, то я встречалась и с ним, и с его женой. И там шла речь об определенной усталости, об определенном выгорании, об определенной какой-то нагрузке, которая просто уже давила человека многие годы, а он не мог, может быть, легко с ней справляться. То одно, то другое случалось на его пути. И поэтому, когда уже в течение этой конференции шла информация, освобождающая, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны ему надо услышать было то, что Бог о нем говорит. И он услышал такое слово. Сапфир, по-моему. А, нет, аметист? Аметист? Наверное, аметист. Вот, извините, вот забыла, как назвал камень или сапфир. Сапфир, по-моему. Сапфир. И когда он услышал, то стал смотреть в интернете, что значит этот камень, и обнаружил, что это камень епископский, а он епископ. И сам еще он живет в другом регионе, но сам он из Урала. И там как раз была такая подпись, что это лучшие виды этого камня добываются на Урале. И он так был вдохновлен, что Господь не просто знал, что кем он будет, какая нагрузка ляжет на него, а что он его привел с Урала в другую страну, в другой регион, чтобы он здесь был не просто пастырем, а епископом, что он ему доверяет. Это его вдохновило очень сильно. Это сняло массу напряжений предыдущих лет. Одно слово, одно послание. И поэтому я вас просто вдохновляю, друзья. Знайте, что Бог наш говорящий. И если посмотреть, что сказано об овцах, овцы мои слушают мой голос, и за другим не идут. А что такое услышать голос? Это и есть дух пророческий. Когда ты слышишь не от своей природы, а от Божьей, но которая происходит внутри тебя. Потому что ведь слышание голоса – это не гром среди ясного неба. Хотя и такое может быть, потому что Иоанн услышал голос как гром, но это был единственный раз, если мы посмотрим по всей книге Откровения. А остальное он слышал как-то по-другому и видел как-то по-другому. Ситуации были по-разному ему представлены, потому что Бог наш очень многогранен. И он разговаривает с нашим духом внутри нас. Он разговаривает с нашим разумом и дает ему освящение. И если апостол Павел говорит, а мы имеем ум Христов, то это очень серьезная и хорошая позиция, отличная позиция, при которой мы можем на самом деле подчинить свои мысли, послушая Иисусу Христу. И это мы делаем сначала нашим решением, а потом это становится образом мышления и образом жизни. Итак, Анюта, что ты еще скажешь о пророческом? Я бы хотела еще одну вещь такую отметить, что, да, как уже Ольга Дмитриевна сказала, мы слышим не как гром среди ясного неба голос. И я, наверное, такой никогда не слышала. Но нам важно понимать, что все, что мы получаем от Бога, мы должны этим очень дорожить. Любое слово, любой сон, любое, вот то, что мы получили, даже ощущения, даже переживания во время прославления. Знаете, когда тебе что-то дарят, да, и для тебя это ценно, ты будешь этим дорожить, ты будешь это рассматривать, ты будешь, положишь это, может быть, в какое-то сокровенное место, ты будешь возвращаться к этому. И я думаю, что здесь вот это очень важно, что когда мы получаем даже одно слово или, может быть, картинку, какой-то образ стал в нашем сознании, потому что я верю, что воображение его сотворил Господь. Он дал нам это как инструмент. И часто мы думаем, что, может быть, это как человеческое, плотское, но Бог это использует, как, знаете, вот экран, да, на котором... Да, на котором отображается картинка, на котором его образ приходит. И Господь, Он знает, на каком языке к каждому из нас обращаться. Мы вот недавно с молодым человеком общались, ему Господь, да, из Германии, ему Господь через фильмы говорит. Вот таким образом через фильмы Он высвобождает слово. Но здесь очень важно нам, да, во-первых, то, что Господь говорит, записывать, обращаться к этому, анализировать, потому что не вопрос просто высвободить слово, а вопрос того, что Бог нас приглашает глубже и дальше в отношение с Ним. Потому что мне очень нравится интерпретация этого места из Писания, 25-й главы притчи, 2-й стих, что... Слава Божья облекать тайное дело, а слава царей исследовать это дело. Да, и что Бог, Он сокровища вот эти вот, да, Он прячет не от нас, а для нас. Не от нас Он хочет сохранить, чтобы мы никогда, да, а вот знаете, как, может быть, мы от детей, когда играем в прятки, для двухлетнего ребенка ты положишь что-то рядышком, что он будет смотреть и увидит, да, там сразу найдет, может, через какое-то время, через... для пятилетнего это другие уже задачи, да, для уже, может быть, 13-ти или 14-ти летнего ты уже так получше спрячешь. И поэтому я думаю, что Господь нас приглашает в отношения, и нам нужно это понимать каждый раз, когда мы что-то получаем, когда мы видим какой-то сон, или чтобы разбираться с этим. И я думаю, что, да, Слово Божье — это самый такой главный, как барометр в данном случае, и инструкция по тому, как мы можем понимать, от Бога это слово или нет. Я сейчас прочту начало этой главы, с которой уже прочитывалось другого перевода. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». И вот первый стих, он уже стартует от правильной позиции. «Достигайте любви». Друзья мои, если мы исходим из позиции обвинения, осуждения, контроля, то о каком пророческом послании пойдет речь? Из какого сердца оно будет исходить? И насколько оно будет искажено? Вы знаете, чистая вода, но если она течет по ржавым трубам, то ржавчина будет в воде. Поэтому мы принимаем от Бога дар живой воды, но наша ответственность, чтобы наши трубы не были ржавыми. И даже если поначалу идет какая-то ржавчина, пусть она вся выйдет, не закрывайте эту трубу и кран, потому что ржавчина пошла. Дайте протечь хорошо этой воде. И потом наблюдайте за тем, что происходит с сердцем. Сейчас я говорю о собственном сердце, а не о чьем-то наблюдать за кем-то. Слишком много охотников и желающих других строить и наблюдать за другими. Но нам совершенно конкретно Слово Божье предписывает наблюдайте за собой. И в этом плане очень важно смотреть, с каким чувством, с каким, может быть, раздражением ты сегодня живешь или борешься, или даешь сегодня уже остановку этим состоянием своей личности от того, что у тебя приходит целостность твоей души, целостность и исцеленность твоего собственного сердца. Потому что, если там раны, то ты не сможешь дать другую природу, если есть рана, потечет кровь. Либо есть определенное болезненное восприятие ситуации. И поэтому я сейчас никак никого в течение этой программы не хотела бы поставить за черту, так скажем, непринятия пророчества, но я хочу, чтобы каждый из вас мог в будущем наблюдать, а что я слышу, и что это во мне производит, или что я говорю, и что это производит как в моем сердце, так и в других людях, если это вдохновляет и поддерживает, если это дает возможность, даже если обнаружена какая-то неправильная ситуация, то указывается выход, или не указывается, так скажем, выход, который мне кажется справедливым, потому что я живу в таких традициях все годы, а потому что Господь дает возможность подняться на другой, так скажем, уровень восприятия ситуации и увидеть ее более конкретно и целиком. Поэтому хочется, чтобы наши сердца сейчас повернулись в сторону любви. Достигайте это сильное слово, то есть это не то, что мы можем легко протянув руку взять, достигайте это определенная дистанция, которой важно двигаться быстро, конкретно, не останавливаясь, ну то есть достижение чего-то, достижение цели, достижение высоты, достижение каких-то результатов. Это то, на что мы кладем цену. Поэтому достигать любви, с одной стороны, она изливается Духом Святым, но предыдущая 13 глава как раз говорит, что она долго терпит, она не перестает, не ищет своего. Это очень конкретные глаголы. И поэтому я благословляю себя и вас на эту позицию. У нас осталось совсем немного времени, если, Анюта, ты можешь что-то высвободить или сказать пожелания людям, пожалуйста. Да, я чувствую, что пока мы сейчас говорили, я чувствую, что Господь хочет восстановить. Вот мы начали с семьи и мы начали с любви. И в принципе формируется любовь и она формируется в семье. Я думаю, что и вот сейчас я чувствую, что если у вас есть какое-то, может быть, огорчение на церковь или на в семье у вас вот эти отношения, они сейчас в такой стадии, где необходимо примирение, где необходимо восстановление. Я чувствую, что сейчас Господь, Он хочет это сделать и Он производит сейчас восстановление этих отношений с вашими близкими и с вашими, даже вот между отцами и детьми, то есть между поколением отцов и поколением следующим, детей. И я просто хочу, чтобы вы сейчас могли конкретно у Бога спросить, что, какая моя часть, что я могу сделать вот по восстановлению этих отношений, да. И также я получила такое слово, женщина, имя, зовут ее Вера, а Господь сейчас восстанавливает вашу, исцеляет спину, вот нижнюю часть спины. Слава Богу, Вера, мы вас благословляем, взять это исцеляющее помазание, потому что Господь на самом деле живой, творящий, творит всегда новое. И если у кого-то, может быть, кого не зовут Вера, но тоже болит спина, и может быть, даже это мужчина, примите это послание, потому что Господь движется сейчас по волнам эфира, и Он действительно пришел для того, чтобы восстанавливать то, что сагбенно, восстанавливать то, что хромает, и делать чудеса и знамения, Он не устал и не перестал. И пусть сегодня течет эта река жизни, потому что сей день сотворил Господь, мы с этого начали, и на самом деле Он сотворил его для своей славы, а значит, Он хочет двигаться и действовать. И я верю, что и сегодняшнее наше размышление над Словом Божьим позволит вам увидеть, что Иисус Господь, и Он царствует. А если Он царствует, то обстоятельства уже будут меняться, а не царствовать, потому что мы призваны управлять ситуацией, а не быть под ней. И поэтому, если вы оказались под давлением, значит, разберитесь, какая ложь удерживает вас от прорыва, потому что ложь врага это то, что будет плитой лежать на вас, либо замком, который удерживает вас на ограниченной площади. Но тогда, когда открывает Господь дверь, когда вы разбираетесь с ложью и отказываетесь от нее, то тогда приходит время истины. А Солнце правды, то есть Солнце истины, другими словами, потому что правда и истина это синонимы, приходит и в лучах его исцеления. Принимайте исцеление, лучи текут сегодня с этого экрана. И короткая молитва в завершении программы. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты среди нас. Я благодарю Тебя, что мы Твои дети. Я благодарю Тебя за каждого телезрителя, кто был сегодня свидетелем этого размышления над Твоим словом. И я верю, что Ты пришел для того, чтобы дать свободу, чтобы выпустить, отпустить измученное. Те, которые могли находиться в темницах, нашли свободу для своей души, для своих семей. И я верю, что и в сегодняшнем послании у Тебя сила освобождения, потому что Ты, Господь, не просто говоришь слово, а оно наполнено Твоим Духом, потому что суть Дух и жизнь слова небес. И я благодарю Тебя, что могу благословлять сейчас каждого телезрителя посланием небес, наполненным этой энергией власти, энергией выхода и восстановления. Слава Тебе за это, Господь. И да будет имя Твое благословенно во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Тебе. Слава Тебе.